Вечер за бортом 16,5 градусов Маленький комментарий по поводу того, что вчера было сказано о спонсировании родителей Дело в том, что в момент, когда я читал информацию о спонсировании, я не видел информации по поводу механизма Как будет осуществляться прием заявок, а потом, соответственно, отбор тех семей, которые могут спонсировать своих родителей Сегодня я с этой информацией ознакомился и с радостью довожу эту информацию до вас Во-первых, принцип, по которому будет проходить спонсирование в этом году, это принцип лотереи То есть сначала будут приниматься заявки от тех людей, которые хотят спонсировать своих родителей Это будет проходить, как я уже сказал, с 13 октября по 3 ноября После этого Министерство миграции будет случайным образом вытаскивать 10 тысяч заявлений Да, 10 тысяч деклараций о намерениях спонсировать своих родителей И, соответственно, наверняка это будет делаться запасным с каким-то, потому что, скорее всего, как обычно, будет большой процент Как бы там не 50% всех людей, которые не смогут выполнить требования программы Ибо, ибо, как мы говорили уже много раз, когда эту тему поднимали Для того, чтобы спонсировать своих родителей, необходимо иметь за 3 года уровень дохода Необходимые по количеству членов семьи, которые у вас есть, да, там есть шкала своя И, соответственно, находиться на территории Канады И что важно, да, что важно, это то, что в связи с тем, что у нас коронавирус Министерство миграции ввело поправку по финансовым условиям Они сказали, что если раньше вы должны иметь были средний доход для спонсирования плюс 30% То сейчас министерство миграции сказало, что вы должны просто иметь минимальный уровень дохода Который опирается, отталкивается от количества членов вашей семьи И этого будет достаточно для того, чтобы быть квалифицированным, да, наверное, как-то так Чтобы спонсировать своих родителей Это очень-очень важный момент, потому что многие люди из-за того, что был коронавирус Реально потеряли работу, источники доходов и так далее И они очень сильно просели И еще, что очень важно было сказано в новой Public Policy Это то, что люди, которые получают доход от серба Или же от пособия по безработице, да Они имеют право включать эти денежки как доходы В целях показания своего дохода для спонсирования родителей Это тоже очень-очень хороший такой элемент То есть, что мы получаем? Мы получаем схему, когда в течение трех недель в качестве резюме, я сейчас говорю Мы набираем кандидатов, желающих спонсировать Да, после этого, примерно через два месяца по практике Через три месяца после того, как закончился период набора заявок Проходит, скажем, розыгрыш, да, потому что по сути это является лотереей И люди начинают получать приглашение на подачу документов Дальше у людей есть 60 дней для того, чтобы они отправили пакет документов В Министерство миграции И тем самым запустили процесс спонсирования В общем, такая вот картина, такой механизм Как обещал, рассказываю, как это все будет выглядеть Рассказывал, рассказал На всем откланиваюсь, всем хорошего дня И счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok